Здравствуйте. Вот в веке в девятнадцатом, в эпоху такую вот, когда романтическое восприятие мира у художников сменилось таким вот прагматически описательным, немножко скептическим, появился целый ряд произведений о жизни, как говорится, о жизни, как тогда называли купцов, сейчас бы называли капиталистов. О жизни капиталистов. Такая, знаете, вот эпопея, как вот деды зарабатывали, дети зарабатывали, кто там еще, внуки зарабатывали, бизнес, бизнесмен же деньги зарабатывает. Масса таких вот рода произведений. Во всех у них, в принципе говоря, один и тот же лейтмотив, один и тот же по большому счету сюжет. Значит, деды вообще такие вот прям вот, ну на ходу подметки рвут. Сыновья уже поспокойнее, пообразованнее, но тоже хваткие. Ну, в силу того, что у них уже капиталец есть, их деды-то начинали вообще почти с нуля, или с чего-то очень малого, а у них уже капиталец есть, все такое. А уже следующее поколение, а там без слез не взглянешь. Там какие-то, вот я не знаю, чудаки какие-то появляются, или какие-то вот недостаточной хваткой капиталисты. И, кстати говоря, художники очень правильно отражали это в своих книгах. Вот, кстати, классический такой западный роман, такая-то эпопея, так сказать, Томаса Манн, так сказать, Буденброки, о некотором семействе, говорят, Томас Манн немножко это списывал со своих предков, со своей семьи. Вот. Ну, вот Томас Манн явно был не капиталист, он был художник слова, автор. Так вот, это, кстати говоря, очень характерная черта генетики человека. Это чисто генетическая проблема. Дело в том, что с развитием, так скажем так, средств производства, как говорится, с развитием капитализма, с развитием цивилизации, смертность уменьшилась. Это хорошо. К сожалению, давно уже в нашем мире существует, так называемый, патриархальный уклад, когда во главе любого бизнеса или почти любого бизнеса стоит мужчина, олигарх, да? Ведь не говорит олигархиня, всегда олигарх какой-нибудь. И вот он тут стоит во главе. Естественно, он передает кому по наследству? Детям, своим детям, а дети своим детям. По мужской линии идет наследование. А уж так получилось, что женщины остались в стороне. Ну, правда, бывает иногда. Ну, вот у нас, например, в литературе васса Железнова есть, очень такая успешная купчиха. В одном варианте у Горького это купчиха, который владеет пароходством, а в другом, значит, хозяйка какого-то гончарного производства, керамического производства. Или вот у нас в Коломне была купчиха Шевлягина, она там водопровод построила, между прочим. Тоже очень серьезная женщина. Ну, так, получалось, что она вдовела, эта женщина, купчиха Шевлягина или вот этого васса Железнова, и стала во главе бизнеса. Все у нее справилась она, все нормально. Но дело в том, что у мужчин одна экс-хромосома, у женщин их две. Если на одной что-то плохое записано, дефектное, природа берет с другой программу своего развития. А у мужчин она одна. Мужчины это разведчики нового, это полразведчик. Он на то рассчитан, что мужчины будут быстро умирать. Ах, у тебя плохая экс-хромосома? Так, уходи, уходи с арены, уходи с арены. А тут куда он идет с арены? Ему досталось наследство. Как? Он так и должен быть. И, кстати говоря, в этих классических романах тоже обязательно в семье есть одна какая-нибудь очень деловая, очень хорошая, мудрая женщина. Но хода у нее нет. Хода ее совершенством нет. Она их просто даже образование на ней получает и в бизнес не идет. Так вот я к чему хочу сказать. Что, как говорят сейчас, у нас происходит демографический переход в нашем обществе. Вот одним из элементов этого демографического перехода, наряду с сокращением рождаемости, является то, что функции многие, руководящие функции, творческие функции, они будут переходить от мужчин в основном к женщинам. Я не призываю к дискриминации мужчин. Боже упаси. Но надо иметь в виду, что женщины, в принципе, говорят, они ведь все-таки совершеннее мужчин. Как это не обидно для нас. Всего доброго. До свидания. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok